Итак, еще раз всем здравствуйте. Продолжим сегодня общение по предыдущей теме, по теме путешествия. И самым главным путешествием нашим является путешествие по жизни. Возникает вопрос. А ведь у каждого путешествия есть свое предназначение. А каким главным предназначением является для нас путешествие по жизни? И мы должны себе сказать, что главным в путешествии по жизни является это наполнение себя энергией любви, энергией счастья и энергией радости. Если кто изначально ставит другие задачи, то он их и получит. А если поставить задачи получения энергии любви, счастья и радости, то тогда мы будем стремиться к этому и получим то, что мы запросили у путешествия. Конечно, для того, чтобы получить эти три позиции – любовь, радость и счастье – что для нас надо? Чтобы у нас были определенные знания и были определенные уже понимания. Потому что даже чтобы что-то открыть, что-то изменить, что-то познать в этом мире, надо уже что-то знать. И мне думается, наша встреча, наше общение как раз и работает в этом русле и в этом направлении. Мне особо понравилась прошлая наша встреча, когда мы делились опытом, рассуждениями. Я для себя даже открыл некоторые позиции, о которых как-то думал, но не совсем четко их понимал. И вот эти наши действия, они раскрывают, дают нам определенные знания. И тогда еще возникает вопрос, а зачем нам нужны знания? Зачем мы встречаемся? Зачем мы общаемся? А для того, чтобы предвидеть, чтобы понимать, каким может быть путешествие, что в этом путешествии может случиться и как оно может происходить. И вот путешествия, путешествия по жизни, мы сталкиваемся с одной темой, что по результатам путешествия мы попадаем или в ад, или в рай. Но когда начинаешь задумываться и смотреть на реальную жизнь, то начинаешь понимать, что ад, или рай, он уже возникает в ходе путешествия. И когда он возникает? Когда возникает ад или рай? Ну, начнем с ада. Ад – это то место, где никто и никого не любит. Никто никого не любит. Вот и сделаем вывод. Если мы никого не любим, то мы близко к аду. Поэтому путешествия необходимо всегда об этом помнить. Что если это область, которую никто и никого не любит, это область близкая к аду. Что такое рай в нашем понимании? Или как нам преподносит? Что это шикарный климат, шикарные сады, шикарная обстановка. Но с учетом того, что мы сейчас сказали, кто такой рай, и это место, где все любят. И где присутствует любовь. Еще что бы хотелось сказать, что границы ада и рая мы создаем сами. И эти границы проходят внутри у нас. И мы являемся законодателями, создателями этих границ. Если мы это все осознаем, если мы это все понимаем, то значит мы имеем полную возможность эти границы выстроить так, как нам надо. Еще что бы хотелось сказать, что, как показывает жизнь, что только счастливые будут в раю. Почему? Потому что они уже есть в раю. А несчастные в рай не попадают. Так вот, когда мы говорим о несчастье, то я бы хотел сказать, что в определенной степени человек его творит сам. да, мы заложники порой обстоятельств, порой всевозможных непредвиденных ситуаций. Но вместе с тем, вместе с тем, мы изначально все творим и создаем сами. я бы хотел, чтобы наше общение было достаточно активным. Может быть, есть какие-то вопросы по тому, что я сказал? Или какие-то рассуждения с чем-то не согласны? По вопросам? Да, если все окей. Ну, все мне, все понятно. Я понял идею. Вот. Так что так. Хорошо. Да. Теперь дальше. В ходе путешествия, конечно, каждого из нас связано или будет связано с браком. Так вот, в таком путешествии, в этом путешествии, вопрос брака, он должен четко осознаваться и пониматься. И там, где брак без любви, там обязательно возникает любовь без брака. это такая позиция, она явная в жизни. Особенно это совершенно четко начинаешь видеть в ходе психологической практики. Что еще хотелось бы сказать, что нельзя найти счастье в браке. Слово само брак и заключение брака, это не значит, что это уже все там, есть счастье, и сейчас мы войдем в брак и будем находить счастье. Как показывает жизнь, счастье в брак надо всегда принести, чтобы он был красивый и интересный. И как мы говорили однажды, что не надо желать своему спутнику жизни и тем людям, которые вместе с вами путешествуют по жизни счастья. Надо просто стать для них самим счастьем. То есть мы должны быть для тех, кто с нами путешествует счастьем. Конечно, путешествие сложно предвидеть, сложно предвидеть, но реально его создавать. Если мы решаем о том, что или как-то пытаемся заглянуть в это будущее и попытаться его предвидеть, то мы можем столкнуться с неизвестностью. Оно может нам не открыться. И тогда возникает тревога, страх, о чем мы поговорим сейчас чуть-чуть ниже. но если мы будем его создавать, то это некая реальность. И у нас может все сложиться. И будущее нашего путешествия оно для нас будет предсказуем. Самый такой простой пример, когда мы заказываем какие-то отдых наш во времени, в санаториях, путешествиях. То есть мы ведь создаем и мы представляем, что с большой вероятностью в такой-то день, такой-то час мы окажемся там. Так и все остальное. Если мы что-то хотим в этом путешествии получить, или много радости, или много счастья, или много любви, то мы должны эту тему создавать. И так становится совершенно четко и понятно, что когда мы получаем знания о путешествии, мы начинаем видеть истину. И эта истина проявляется в этом путешествии. Но вместе с тем нас может подстерегать много такого нежелательного, негативного, и может нас постигать так называемая неудача. Так вот, когда разбираешься с этим словом, то начинаешь понимать, что это слово совершенно четко придуманное. Придуманное, чтобы скрыть, вот спрятать истинные причины человека, приведшего к так называемой неудаче. потому что неудача связана с какой-то мистикой, с мистическим явлением. А на самом-то деле, ну, почему она связана, связывается с мистическим явлением? Потому что тогда человек четко себя оправдывает. я бессилен перед мистикой, перед мистическим явлением. Я ничего не смог сделать. У меня ничего не получилось. А на самом-то деле, еще раз вернусь к этому определению, что неудача это придуманное слово. Неудача связана с тем, что отсутствуют реальные знания. навыки и умения у данного человека. Поэтому если нам говорят, что он неудачлив и у него неудачно складываются путешествия, то мы должны четко осознавать и понимать. Да у него отсутствует знания и отсутствует опыт. а стоит ли с таким человеком путешествовать по жизни? Стоит ли что-то делать? Поэтому если что-то случилось, эта плата за отсутствие знаний у многих по жизни возникает такое явление, как тревога. и человек с этим явлением своей жизни может и не расставаться, и жить в тревожном состоянии. А тревога это продукт неопределенности. Этот продукт неопределенности может возникнуть по целой серии причем. Если, допустим, человек, путешествуя по жизни, непрерывно листает новостные ленты, непрерывно смотрит, что происходит в мире, потребляет эти новости запоем, скажем так, человек, то однозначно у него будет тревога. Потому что новости очень часто несут в наш головной мозг неопределенность. А неопределенность это тревога. новостей. Но мы не можем быть ограничены от новостей в той или иной степени. Если даже мы не смотрим телевизор, не смотрим ноутбук, то все равно нам внесут нашу информацию. И как здесь быть? А надо прежде всего слушать факты, а не эмоции выступающих. И вот путешествуя по жизни, всегда надо слушать и смотреть на факты. Чтобы путешествие наше было как бы ясным, четким и определенным. И тогда все будет хорошо. Информация, которую мы возьмем из фактов, она нас будет мобилизовывать и готовить к действиям. а когда мы будем слушать эмоции выступающих, то эта информация будет вызывать у нас тревогу. что приведет к нежелательным результатам. Поэтому принимая во внимание факты, мы их оцениваем, осмысливаем и готовимся к определенным действиям. фактам. А факты они есть и они четко высвечиваются. Поэтому это очень хорошо усвоил Василий. Он не на эмоции действует, а на факты и ведет себя соответствующим образом. И у него, слава Богу, все получается. И я в этом отношении у него даже учусь. когда попадаем в ходе путешествия в состояние опасности, в негативную ситуацию, то у нас, как правило, рождается страх. И очень важно в ходе нашего жизненного путешествия осознавать и понимать, что страх рождается не в самом событии негативном, не в самом явлении, а внутри нас. И вот когда приходит такое четкое сознание и понимание, то тогда есть возможность на этот страх влиять. Когда ты осознаешь и понимаешь, что это твое творение, ты задаешь себе вопрос, а насколько это творение реально? То есть само событие, оно не рождает страхи внутри нас. меня очень часто просят, иногда даже требуют и говорят, ведите в меня в гипноз и поставьте блокировку всем страхам, чтобы я больше не боялся. и закодируйте, скажите мне в трансовом состоянии не бойся, не волнуйся, ничего не случится. К сожалению, так не происходит. Наш головной мозг на такие установки и позиции не реагирует. А что необходимо делать? Необходимо найти события, которые причастны для нас к возникновению страха и изменить к нему отношения. Если мы чего-то боимся делать в ходе путешествия, потому что у нас появился чувство страха, если мы никак не можем к этому приступить, и такое случается, когда на бессознательном уровне мы уходим от каких-то действий, потому что страх отводят от этих действий, то мы должны поискать то событие, которое было в нашей жизни, которое причастно к появлению страха, и пересмотреть к нему отношения. и тогда нам будет легче дальше двигаться, потому что путешествие в сопровождении страхов это путешествие, которое приведет к появлению разрушения нашего организма и появлению большого количества болезней. в ходе путешествия мы должны себя занимать. В ходе путешествия мы должны себя создавать и творить себя. А не просто, как иногда бывает, человек в ходе путешествия просто загорает, хотя это тоже он себя творит. Вот. Но всегда путешествуя мы должны помнить, что создавая себя, творя себя, мы однозначно готовим будущее. поэтому вступая в путешествие, надо сказать, каким я должен выйти из этого путешествия, что я должен получить из этого путешествия, чтобы в ходе путешествия ничего не упустить. Есть еще ряд вопросов, которые мы всегда должны понимать, что это такой первый вопрос, это нам будут говорить, и мы будем иногда соглашаться, что в ходе путешествия будут непростые времена. и тогда возникает вопрос, а когда они будут простыми? И были ли времена когда-либо простыми? Поэтому, когда ставится вопрос, что сейчас непростые времена и путешествовать можно только каким-то определенным образом, это будет не совсем корректно. времена всегда были непростые, на то они и времена. И каждый раз путешествуя, мы не должны забывать путешествия по жизни, что главным для нас является любовь, радость и счастье. Ну, и я бы хотел под завершение такого небольшого нашего, моего выступления сказать, поделиться неким опытом. что когда в ходе путешествия по жизни читаешь мудрецов, читаешь великих, то вдруг ощущаешь, что ты что-то и ощущаешь и находишь что-то свое. И думаешь, вот тебе как интересно я хочу сказать, что вы должны быть к этому готовы. Когда вы будете читать мудрецов и очень умных и талантливых людей, вот, воспринимайте много и определенную информацию, как будто вы ее уже знаете. мудрец. Потому что мне думается, мне кажется, и где-то я уверен, что мы путешествуем уже не первый раз. И не исключено, что в прошлых путешествиях мы были теми же мудрецами. Я думаю, что участники сегодняшней встречи как раз и относятся в такую категорию, что в прошлых воплощениях мы были с вами мудрыми. Второй такой вывод, что в ходе путешествия будут возникать всевозможные ситуации, когда нам будут предлагать менять что-то на что-то, и что однозначно пришло на ум в ходе путешествия, что менять особенно такие позиции, как шило на мыло можно и нужно только в одном случае, когда мы в бане. поэтому если вам будут в ходе путешествия что-то предлагать, вы смотрите, вы в бане или нет. Если вы не в бане, то не соглашайтесь на данные такие позиции что-то обменять, потому что это ничего не дает. и еще хочу сказать, ну, как мужчина, где самые горячие женщины, что показало путешествие. И как показывают путешествия, самые горячие женщины, они есть в саунах. Вот. А где самые горячие мужчины, я вот не знаю. Это надо спросить у женщин. И тогда если в нашей компании есть женщины, пусть они нам на этот вопрос ответят. Спасибо. Спасибо, спасибо. В отпуске, конечно же, в отпуске, когда они не обременены работой, когда они отдыхают, вот тогда они самые горячие. Я понял. Вот, вот, вы знаете, спасибо, спасибо. Это удивительный ответ. И очень нравится, еще больше нравится наше общение, что мы можем поделиться какими-то позициями, о которых мы раньше не знали. Спасибо. Спасибо, спасибо. Тогда мы следующую тему закончим сегодня, следующую тему обсудим, да? Потому что у нас же было продолжение той темы, уже у нас получается больше, чем два часа. было продолжение этой темы. Да, про путешествия. Я думаю, что это хорошая позиция, что мы по воскресеньям собираемся. Даже мои соседи уже знают, да? Да, уже знают, потому что Николая до пяти беспокоить нельзя. Николая Банька, да, вечером? Да, вот, поэтому вот там и можно будет менять шиву на мыло. А во всех остальных ситуациях нет. Да, да, да. Хорошо. Хорошо. Так, вопросы кто-то еще задать хочет по этой теме? Или мы новую тему начнем? Давайте. у меня вопрос, а можно пример обмена шила на мыло, а то вот гипотетически конечно все понятно, а так вот о чем речь шла? Ну, тема такая, что обмен только можно делать в ходе путешествия, того, что сейчас я вот подумаю, внутренне понимаю это все, может быть какой-то из жизни пример, чтобы лучше понять, о чем я вспоминаю одну ситуацию, когда я на трассе словил гвоздь, причем гвоздь в одно колесо и гвоздь во второе колесо, и у меня два колеса были пробиты, а ехать надо было дальше. Я остановился и менял, менял вот эти колеса на совершенно целые колеса, вот, с определенной доплатой. вот здесь когда есть такая необходимость, а так просто поменяться колесами для того, чтобы происходил обмен, этого не следует делать. делать. Ну и еще вот, ну, скажем так, менять свою жизнь на жизнь, которую кто-то предлагает нам, не следует этого делать. Мы должны исполнять свою жизнь и делать то, что нам интересно, почувствовать свое предназначение, почувствовать себя. Очень часто бывает, когда нам предлагают другую жизнь, то есть обмен нашей реальной жизни на что-то другое. Вот, и тогда человек, поменяв свою реальную жизнь на чье-то предложение, приходит потом, в конце концов, выводом, что этого не надо было делать, но уже поздно. Ну, такой пример, я недавно у меня была на приеме одна женщина, она рассказывала, как в 90-е годы, став королевой красоты, получив корону, ей предложили совершенно, как объясняли ей, райскую жизнь. Но чем этот рай мог для нее завершиться, она узнала из уст одной девушки, которая обменяла свою жизнь на вот этот рай. И она вовремя спохватилась и не стала ее обменивать. и дальше у нее сложилось так, как надо. Поэтому вот менять что-то свое на предлагаемое кем-то надо очень внимательно. И то, что мы имеем, и то, что мы имеем, обменять на то, что нам предлагают, не всегда не следует. ну, как-то так вот. Если я ответил. Так. Спасибо. Все, наверное, да? Нет, еще есть вопросик. Давай, давай. Вот эти три основополагающие вещи, как любовь, радость и счастье, они же являются в каком-то смысле стержнями нашего поведения. Так, если по-хорошему, да? Ну, да. Из этой системы, из трех стержней, мы должны по-хорошему двигаться и принимать решения. Но иногда это подвергается испытаниям и как-то забывается. И в силу обстоятельств мы принимаем решения из других. Забываем прямо вот. Вот сейчас он и раз Николай сказал, да елки, ну как же, ну действительно, вот из этого надо было тогда принять, а мы принимали из других. Почему забывается стержня? Почему забывается эта опора? Что нужно сделать, чтобы она не забывалась? Ну, во-первых, забывается от отсутствия определенных знаний и определенного опыта. и мы вот наверное здесь уместно было сказать следующее, что когда мы путешествуя по жизни начинаем говорить о важном, о менее важном и неважном действии, которое мы делаем. И когда мы свои действия разделяем на вот такие три позиции, на важное действие, менее важное действие и неважное действие, мы попадаем в такую западню. Мы упускаем эти три позиции. А как здесь надо быть? Надо всегда совершенно четко для себя осознавать и помнить, что когда мы что-то делаем, когда мы что-то творим и совершаем, это самое важное действие и всей нашей жизни. И тогда вот эти три позиции, они не будут ускользать от нас. И тогда мы не будем попадать под искушение. Хотя самое правильное, когда я спрашивал, был у меня рыжий кот, я спрашивал, рыжий, а как ты относишься к искушениям? Он мне говорил, плохое меня никогда не искушает. когда мы подвергаемся искушениям, то тогда да, мы можем упустить эти три позиции. И тогда мы говорим, что это было испытание. А на самом-то деле надо эту тему просмотреть, когда не возникает испытание, что такое. но в любом случае, в любом случае, если у нас будут знания, и будет истинная информация, и будет истина, то мы не будем допускать. Потому что очень многое случается из-за отсутствия знаний. Даже еще не столько из-за отсутствия знаний, но еще и из-за отсутствия понимания, как эти знания действуют. Ну, где-то как-то так. Да, спасибо. А я вот сейчас подумал, может быть, мы какой-нибудь или эпизод из фильма можем разбирать. Там же показываются какие-то жизненные ситуации. И вот почему кто-то так совершил, кто-то что-то сделал. Ну, можно как бы так, забегая вперед, сказать, что если бы они знали все обстоятельства, то есть снова опираются в знания. И плюс при их определенных установках, то они бы, да, поступали бы иначе. Но есть ситуации, когда даже человек все знает, все понимает, но установка у него внутри есть, и он будет следовать этой установке. А мы можем по действиям понять, какая у него установка и к чему это потом приведет? Это, это... Да, можно пример какой-то более конкретный? Ой, ёлки, пример вот. Сейчас, 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 сейчас. Сейчас. Ну, это самое такое. Приехала женщина на прием к одному специалисту, а я был свидетелем этого приема. Он вышел в коридоре и говорит, ты знаешь, я ее брать не буду, я ее не приму. я, конечно, посмотрел на нее и понял, что, ну да, тяжелый случай. Но я говорю, ну, коль она приехала, ну, хоть какое-то внимание ей надо уделить, вот. И я начинаю с ней общаться. и совершенно четко выявляется в ее сознании, что у нее жесткая установка, что только ее надо ввести в гипноз и все болезни в гипнотическом состоянии запретить. Убрать и запретить. ей сказал какой-то специалист и так далее. Я начинаю с ней общаться бесполезно, потому что у нее жесткая установка, убрать и запретить. Но в данной ситуации все-таки есть определенный выход. я предложил еще раз пообщаться, и вот мы с ней общаемся. Я ей предлагаю взять в руки ручку и бумагу. Она берет, и мы с ней общаемся по видеосвязи. И я ей диктую. Все негативное, что было в моей жизни, я создала сама. И в том числе и болезнь. Она тут же говорит, как же я сама. Меня в роддоме вот эта женщина толкнула когда-то. Я говорю, а зачем вы с ней общались? Зачем вы ее втянули в свою жизнь? Зачем вы ее привлекли? И зачем мы вместе с ней вышли в коридор? Ведь вы же вышли. Она где-то соглашается. И так дальше. И в течение определенного времени она пыталась все сказать, что на нее действовали, на нее влияли и негативно действовали по отношению к ней. Но то, что она сама создавала ситуации, она лишь где-то в конце нашего общения стала это понимать. И когда она стала понимать, я ей даю другой вывод. Если я это все сама сделала, то я сама могу с этим справиться. И я в последующем не буду допускать эти вещи. и вот таким образом мы сделали как бы подвижку в, казалось бы, неразрешаемом вопросе. Потому что люди порой настолько имеют жесткие установки, что кто-то им что-то сделал, что кто-то внес негатив в их жизнь, что они с этой мыслью и будут уходить из этого путешествия, из этой жизни. И так они ничего ну как бы позитивного не смогут получить. Если попадаются по жизни такие люди, которые однозначно убеждены в том, что кто-то виноват в том, что у них произошло, виновата вселенная, виновата сама жизнь, виноват кто-то, то тогда с этими людьми можно много потерять времени, общаясь, работая, пытаясь им помочь. Если возникает такая возможность, то да, можно помочь. А если придется потратить на этого человека все свое путешествие, то наверное не стоит. Ему так. Ему так легче. Вот. Он вот такой. Хотя всегда надо стремиться к тому, чтобы как-то оказать помощь и содействие. Вот еще такой момент интересный. Вот ко мне обратился молодой человек, молодой мужчина. Он расстался с женой. Он решил к ней вернуться. Он даже нашел меня как специалиста. И звонит. Мне я хочу вернуться. Я говорю однозначно хотите да. Я говорю тогда пишем смс. я тебя люблю. Я без тебя. Ты для меня самая дорогая женщина в мире. Ты подарила мне сына и так далее. Он мне и говорит. Я писать подобную смс-ку не буду. потому что я начинаю под нее прогибаться. Я говорю ну вы ее любите? Да. А почему не можете написать? А потому что он посмотрел ряд телевизионных каких-то передач блогеров, которые даже назвали каким-то словом поведение такое поведение мужчин. я говорю ну если вы не хотите писать, то как она узнает, что вы ее любите? Как она будет понимать, что вы изменились? Нет, она должна, я говорю, как она должна каким-то образом догадаться? Или вот скажем так, еще одна такая позиция на приеме женщины и вот мы разговариваем о ее замужестве. Вот все вокруг да около у нее получается. Мужчины в жизни ее есть, а выйти замуж она не может. Мы стали разбирать ситуацию, оказалось, что было несколько мужчин, которые все были готовы на ней жениться, предложить ей руку и сердце. Но они все были ею выставлены из ее жизни. Мы стали разбирать тему, почему выставлены были из жизни. Она говорит, но он же мужчина, он же должен это знать, он должен уметь эти вещи делать. Я говорю, а кто его учил? Или он был на каких-то курсах, а он вырос в такой семье, где этого не было. И он об этом не знает. Она что в таких ситуациях делать? Я говорю, что делать? Надо в каждом конкретном случае разбираться с человеком и четко понимать, что у него это есть, этого нет. А если этого нет, то надо это дело внести. Если вы хотите, чтобы у вас было все как бы решено, то определенные позиции надо создавать в данном претенденте на путешествие вместе с вами. она «а как?» Я говорю «как?» Если вы будете воздействовать на него, то у вас может ничего не получиться. Воздействуйте на себя, меняйтесь определенным образом, формируйте себя, и тогда он это посмотрит и возьмет на вооружение. Не запутал вас, нет? Нет, нет, все интересно. Спрашивайте. закончились вопросы. Нет, не закончились. Вот как раз исходя из того, что сейчас Николай сказал, возникает следующий вопрос. Вот допустим, она вы ей сказали «хорошо, меняйтесь сами, и он подстроится». Вот она меняется, 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 до такой степени изменилась, что ей он уже не интересен стал. Разве такого не бывает? Конечно. Вот здесь, пожалуйста, запишите даже следующее такое изречение, что принимать решение надо столько раз, пока не придет правильное решение. И если он ей стал не нужен, то это не его проблема, а ее проблема, что она сразу не поняла, что он ей не нужен. А лишь только спустя какое-то время. Если человек нужен, то это четко и ясно понятно с самого начала. Но мы не всегда это видим. А если он не нужен, то мы должны четко понимать, что наш головной мозг не всегда дает четкую информацию о человеке. И мы человека видим через призму своих мозгов, через призму своих установок. А эти программы остановки могут нас пустить по ложному следу. Если в конце концов она все-таки увидела, что он ей не нужен, то это здорово, это хорошо. Она избежала ряда негативных моментов. Так что как-то так. Вот в чате вопрос. прочитать. От Екатерины. Добрый вечер. А что делать с людьми, у которых такие неправильные установки, но они твои родственники? Помогать, не помогать, отойти в сторону? Конечно, если переделать этих родственников нельзя и невозможно эти установки изменить, то относитесь к ним вежливо. Вот. Просто относитесь вежливо, потому что все остальные действия, они будут вызывать у ваших родственников агрессию по отношению к вам. Ну, как-то сломив себя, вот, как-то перекроив, может быть, себя, ну, вежливо. Относитесь вежливо, и тогда вы избежите ряда проблем, потому что с одной стороны статус родственников не изменишь, вот, как-то общаться надо, поэтому вежливое отношение к ним. Так что так. Спасибо, Николай. Давайте следующую тему обсудим на следующей встрече. То, что хочется предложить. У нас путешествие было, мужчины и женщины были, дети были, да? Деньги были. Деньги были. Были деньги, да? Были? Немножко осталось. Так что, ну, давайте тогда, Василий, подумаем в течение недели. Подумаем и решим. Может, что-то про риск? Про риск. Можно про риск, можно про мудрость. Неопределенность, да? Да, Ну, давайте будем думать эту тему. Может, еще что-то всплывет. Но, в любом случае, надо продолжать общение, потому что, когда мы общаемся, приходят мысли неожиданно, другие, новое что-то получается. Приходит вот, казалось бы, что... Про труд 1 мая там у нас получается. 1 мая, ну, тогда, может, перенесем? Да, можно недельку отдохнуть, я думаю. Да, давайте недельку отдохнем, а потом мы тогда... Точно, отдохнем. Вот, потому что 1 мая это будет... Ну, да. Сложно проводить мероприятия. Понятно, понятно. И вот тогда. Все, тогда до 7 мая получается. Да, всем спасибо. Пока-пока. Есть, пока-пока. Редактор субтитров